Смотрите, в пятерочке появились новые антистрессы всякие. Они тоже. Да, вот этого мы возьмем. Смотрите, есть еще обезьяночки. Есть это кто? Это лев. Это еще обезьянка. Это какой-то бобер. Это тоже обезьянка. Есть вот такие рыбки. Потом есть, о, крыса. Я так понимаю, по всем временам года. Есть вот эти классические тянучки, которые везде продаются. Ой, вот это прикольная, кстати, обезьяна. Смотрите, у них даже есть ножки. У этой обезьяны есть ножки. Еще есть свинка. Да, есть свинка. Мы свинку все берем, да, Мила? Да. И у свинки тоже маленькие ножки. Всем привет! Всем привет! Мы сегодня с Миланой ходили в пятерочку. Увидели там много разных приколюшечек прикупили. В пятерочке появились новые антистрессы. Но вообще много всего. Сейчас я вам покажу все. Первое, это вот такие свинки. Там есть крыски. Много-много разных животных. Я так понимаю, это, наверное, все знаки зодиака или гороскопа. Как они там правильные. Видите, свинка эта, она мигает. Потом у нее есть ножки. То есть она не просто лохматая. Здесь у нее, видите, есть ушки. То есть прям самая настоящая свинка. Носик, глазки. И вот даже ножки есть. Вот такие. Хопа! Я тебе показывал ножки. Да? Да. Вообще прикольная свинья. И самое прикольное, что она, конечно, светится. Милан обожает. Вот это, кстати, из всех игрушек Милане понравилось больше всего. Так что, если вы купите такую своему ребенку, ребенок будет в восторге. Да, Милан? Угу. Я в восторге. Ты в восторге? Угу. Еще она вот так тянется в разные стороны. Можно так ее надувать. Можно вот так. Так. И еще умею, ой, прилипать. Упа, прилипать. Мне больше нравится, что они вот эти штуки, они как усы. Вот так в разные стороны. Ха-ха-ха. Ну, смотрите, есть еще такие мишки на брелочке. Красивые. Вот такие брелочки собачки. Это, я понимаю, она еще должна светиться. Да, у нее фонарик внутри, во рту. Ой, вот такие брелки за мужество. Твердость. Да, прикольно. Следующая новинка в пятерочке. Вот такие антистрессы. Там есть лягушка. Есть паук знаменитый, знаете, который с червяками внутри. Там лягушка, пауки. Но вот такую я увидел впервые в своей жизни. Это какая-то морда. Страшная морда. Не знаю, кто это. И видите, у нее тоже внутри червяки вот такие. Фу, там какие-то личинки разные есть. Видите, можно два глаза. Нет, два глаза одновременно получится, интересно. Нет, не получается два глаза. То есть, или один, или второй глаз. Фу, вообще отвратительно. А рот? Нет, рот закрыт получается, зато башка открытого. То есть, можно через мозги посмотреть все, что там есть внутри. Да. То есть, в основном там одни червяки, черные и белые червячки. Все, что там есть. Так она стоять не сможет. Вообще прикольная мялка. Очень страшная. Я думаю, родители от такой игрушки будут не в восторге. Вообще, покупают ли кому-нибудь родители такие игрушки страшные? Можно, конечно же, вывернуть его наизнанку. Опа. О, и вот он. Вот здесь мы можем посмотреть все, что у нас там внутри есть. А потом просто одеть. Да, у меня была такая лягушка, я уже так делал. Вот такая морда наизнанку. Потом просто вставляем игрушку обратно. Опа. И выворачиваем. Оп. И все. И снова наша морда в целости и сохранности. Еще вот такие смайлики. Лучшие друзья. О, красивые, кстати. О, такие мягенькие, пушистенькие пеликанчики. Вообще, про игрушки в пятерочке надо прям отдельный выпуск снимать. Смотрим, сколько стрессов появилось новых. Но лягушку я вам уже показывал. Ну, тут много всяких монстриков. Также, смотрите, появились вот такие резиновые игрушечки. Там их очень много. Есть там даже раки всякие, крабы и так далее. Но мы взяли, получается, скорпиона и игрушка-ящерица. Вот так они выглядят. Делает это магия праздника какая-то фирмы. Написано то, что просто состав резина. То есть, просто резиновые вот такие мячики, шарики. О, посмотрите на них. Вот такая ящерица. Они очень хорошо тянутся. Возможно, можно будет с ними даже снять выпуск. Разрезал. Типа антистресса и так далее. Только я не могу понять, почему ящерица на подбородке глаз тут есть. Непонятно. Вообще прикольная. Милана захотела ящерицу. Мне понравился скорпион. Я взял скорпиона. Милане понравилась ящерица. Да? А мне вот нравится скорпион. Скорпион выглядит угрожающе. Принт такой царь скорпионов. Я знаю, что маленькие дети таких боятся. Можно потом пугать всех, ходить на улице. Ну, всякой мыши. У меня, по-моему, были всякие мыши такие. О, видите, тоже тянется. Искорпионы, ящерица. Я люблю пугать папу. Ты любишь меня пугать? Да. Негодяйка. А кто вам нравится больше, голосуйте в правом верхнем углу. Смотрите, тут еще целая куча вот этих монстриков. Ой, это что, это не отсюда? Они разного цвета. Я одного себе взял на обзор. Синенького. Еще здесь очень много, смотрите, вот таких антистресс. Этих. Всякие скорпионы, ящерицы. Вот думаю, кого бы себе взять. Может, скорпионы? Такого черного. Да, тут очень много всяких страшилок. Да, а, это рак, а вот скорпион. Наверное, скорпиона возьму. У меня жена скорпиона, я скорпиона возьму. Еще есть ящерица. А, ящерица еще есть, да. Ой, сопли у меня есть тоже. У меня нету. Вообще, в пятерочке так много игрушек, что надо, наверное, делать целый выпуск про игрушки с пятерочкой. Тут есть и машинки всякие. О, смотрите. Есть вот такие монстр траки. Вот они, монстр траки. Есть вот такие большие машинки. Есть хотвилл, типа, сделай из глины. Есть всякие для кухни. Да, есть молоточки совсем для маленьких детей. Что еще есть, Милан, показывай. Так, это просто какая-то жуля. Так, это мы взяли. Такого, Милан, только другого цвета. Машинка ДПС. Это разрежь фруктики. Это какие-то ловы, типа, вешалки для детской одежды в виде ловы написано. Давай дальше. Так, это какой-то бантик на голову в виде сердечек. Еще машинка заводится и катается. Да, машинка, которая заводится. Так, это для девочек. Фен расческа. Так, это что такое? Фигурки пазлы. А, фигурные пазлы. Подарок внутри еще есть. Все, мой, какой-то видус. А, это для посуды, для детской кухонки. Так, о, вот это показывай. Да, это еще каталочка такая маленькая катать маленьким деткам. А еще есть дартс с пистолетом. Милан, покажи дартс с пистолетом, мишень. Да. Да, там сзади пистолет с пулями, и вот так можно стрелять. Так, все вроде? Нет. Больше ничего, таких игрушек нету? Нет, вот нету еще. А, еще есть типа Lego Duplo, да, машинки. Еще и машинка. Где-то 99-100 рублей стоит. Но вот это есть. А, Дженго, да, даже есть. Да. Ну все, вроде мы все вам показали. Еще вот это. Практически все. Вот такой тут у нас. Еще вот это. Еще вот это. Видите, стеллаж. Да, много всего. Также, смотрите, появились вот такие антистрессы дельфины с орбизами. Они разных цветов. Даже на коробке написано, что от трех лет. На самом деле это очень странно. Обычно такие игрушки дают детям. Ой, посмотрите, как прикольно. Смотрите, я тяну за хвостик. И здесь вот так эти орбизы. Хопа, раскладывают. Смотрите. По одной штучке. Вот это прикольно. Чем-то хочешь потрогать? И он такой липкий. Ой, какой он приятный. Он, по-моему, самый дешевый. Он стоит, по-моему, 60 рублей. Остальные по 99 вроде как. И вот он самый прикольный на самом деле. Ой, какой дельфин. Смотрите, он сам к себе слипается. У него, получается, есть плавники. Потом у него есть такие губы, подкрашенные в красный цвет почему-то. Или, возможно, он кого-то убил. На самом же деле, вы же знаете, что дельфины не такие уж хорошие на самом деле. Они жестокие еще те чуваки. Еще вот это волокон, он еще маленький. Это, по-моему, единственные жители воды, которые могут изнасиловать кого-то. Это дельфины, да. Ну, вау. Нельзя пить. Нельзя пить? Да. У волоса его можно кусать. Его можно съесть, да. Можно вот так. Ой, послушайте этот звук. Нельзя пить, а его там скушать. Дельфин точно лайк. Иван, ты любишь кашку? Ну, велку мы обычно не покупаем, но тут, смотрите, в ведерочке прям целый стенд с велкой по 49 рублей. Можно машину выиграть. Ну, вот они и мои самые любимые стрессы из пятерочки, которые только можно купить. Это монстрики. В этот раз вот такого монстрика я выбрал, их там было очень-очень много. Это монстрик с головой, как летучая мышь. Вот такой он страшный. Ну, не знаю, мне они очень нравятся. Мне кажется, такие прикольные. Не варивать. Ну, да, мне тоже нравится. О, он еще светится, смотрите, разными гоньками. Я выбрал синий, там были розовые, зеленые. В общем, там очень-очень много разных есть. Но мне нравятся вот такие. Он еще такой, он прилипает. Он прилипает к поверхности, где он стоит, за счет этой штуки. То есть вот так, о, видите, я его еле могу оторвать. О, вот такой милаш. А какие игрушки у вас есть, пятерочки? Пишите в комментариях. Ладно, ребятки, буду с вами прощаться. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поддержите меня комментарием. И, пожалуйста, нажмите колокольчик, если вы подписаны на канал. Потому что в последнее время оповещения не приходят зрителям вообще. Поэтому нажать колокольчик, это очень важно. Все, всем пока. Смотрите, пятерочки целый мир фламинго. Кружки фламинго, тарелки. А еще у нас пятерки, кстати, такие автоматы. Здесь у нас куклы Лол по 40 рублей, видите, в шарах. А здесь у нас эти зефирки антистресс, которые котики. У меня даже был один такой котик. Жалко, у меня десяток нету. Я бы купил бы по одной штучке посмотреть. Милан, ты какую хочешь? Вот эту хочешь? А Лол не хочешь? Лол добрый. Скоби-ди-ю-а-па-па-скоби-ди-ю-а-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Продолжение следует...